Салават Юлаев жив, а болельщики ждут от уфимской команды перемен в игре. Именно такой баннер был подготовлен самыми преданными фанатами к домашнему матчу с Акбарсом. Подопечные Игоря Захаркина к призыву прислушались, проведя первый период на одном дыхании. Уже на третьей минуте оставленный один перед воротами соперника Григоренко легко использовал свой шанс 1-0. После того, как счет был открыт, команды словно подменили, и уфимцы, и казанцы стали играть осторожно. Все изменилось во второй половине игрового отрезка, когда в течение двух минут зрители увидели сразу три гола. После эффектного подставления Нестерова на пятачке, Уфа-арена снова ожила, но шайба Охтама заставила болельщиков задуматься. А вот юлаевцы не стали переживать и быстро восстановили преимущество в две шайбы благодаря классному подключению Логинова 3-1. Второй период стал триумфом защитных построений соперников. Оборона команд выглядела очень надежно, поэтому опасных моментов за 20 минут болельщики практически не наблюдали. Зато порадовались за молодую уфимскую пару. В День всех влюбленных молодой человек сделал предложение своей избранной на глазах у всей Уфа-арены. Давай так, громко, не громко, скажи. Да! Это да! Она сказала да! В заключительный период подопечные Игоря Захаркина могут смело занести себе в актив. Блистательная игра с Ветборгой и самоотверженные действия полевых игроков помогли юлаевцам сохранить победный счет. В концовке хозяева могли забить и четвертую свою шайбу. Да вот Лисину не повезло. Его бросок по пустым воротам приняла на себя штанга. Мне понравилась сегодня наша команда, потому что она не столько даже играла, сколько сражалась за эту победу, потому что мы действительно попали в очень сложное положение и нам просто отсыпать некуда. Я думаю, что мы выиграли еще в том числе и потому, что нам победа была важнее, чем Акбарса. Слават Юлаев одержал очень важную победу в зеленом дерби и, наконец, прервал свою череду неудач. Сейчас для уфимцев наступает небольшой перерыв, а уже в ближайшую субботу наша команда завершит регулярку матчем с Ладой. Эдуард Хизбульн, Константин Данилов, Хоккейный клуб Слават Юлаев.